Увеличь шанс в бесплатном розыгрыше и выиграй танк! Ссылка в описании! На ватшоп залетай! И друзей приглашай! Проще чем арту отыскать! Джекпот каждый может сорвать! Рекомендую мобильное приложение, с помощью которого можно бесплатно, очень легко заработать голду для танков. Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать бой на танке Маус на карте Руинберг. Бой очень даже любопытный, редкий, можно так сказать. Тут игрок не только смог очень хорошо потанковать, что для Мауса всегда почетно, но еще и смог накидать много урона. И примечательно, что в этом бою нету артиллерии, а также довольно мало опасных ПТ-САУ. Игрок поехал вот сразу на эту позицию, при этом совершенно он не боялся. То есть он изначально состоял, видимо, такой план, что он поедет и будет тут танковать. Ну и в общем-то придерживался своего плана, и в итоге ему действительно подфартило, и он смог тут реально хорошо по-домашески и потанковать. Давайте же посмотрим, как это произошло. Ну и как вы можете видеть, по игроку стреляют разные противники. Батча там, Т-28 прототип, Т-62А, АМХ-13-90. В общем, кого тут только нету. Примечательно, что в основном противники используют основные снаряды, то есть не голдовые, и не пробивают практически нашего Мауса. Ну и изредка так все-таки наносят ему урон, но тем не менее, вот так вот в наглую встать на открытую местность, где я буду стрелять бесконечное количество раз, это доступно не каждому танку у нас в игре. То есть все-таки Маус это уникальный танк, как ни крути. Да, во многих случаях он страдает от арты, от потаса, от голдовых СТ-шек и так далее. Но раз там в тысячу лет, наверное, попадаются такие бои, которые смотришь и действительно радуешься, насколько же Маус офигенно тащит. Жалко, что это редкость, но все-таки такие бои действительно крайне интересны. Ну и игрок продолжает ватанковывать, при этом старается он стрелять по противникам. Не очень-то хорошо это всегда получается, так как там юркие СТ-шки, маленькие ЛТ-шки, которые сразу же прячутся, как только Маус наводит на них свое орудие. Но вот сейчас подставился Т-57 Хэви. Его полегче пробивать. Опять же, был бы вот этот вот Хэвик на голде, если бы он обратил внимание на Мауса, то возможно он бы пробил нашего героя и все бы на этом и закончилось. Но пока что получается так, что никто практически не стреляет голдой по нашему герою, кроме Т-32. Ну и у нее пробитий не хватает. Я представляю, что было бы, если у нас в игре голда была бы только там за деньги, как раньше. Тогда бы, ну такие танки, как Маус, они были бы практически непобедимые. То есть они просто бы ехали на большинстве картах. Ну единственное, что арта могла их только остановить. Но остальном они бы давили всех в мясо и круто танковали. Игрок продолжает свое шествие победоносное. Уже он нанес 5050 урона и вытанковал по счетчику 11000, если, конечно, он не врет. Но это уже внушительный результат для Мауса. Не каждый раз такое бывает. Но опять же, повезло с вражеским сетапом. То есть много ЛТшек, много средних танков, которые еще, к тому же, и голду не используют. Мало ПТ-САУ, Абиг-704, только из ПТшек, это он, похоже, не стрелял по нашему герою. Видимо, где-то в другом месте он был. Если бы он стрелял, то все могло бы, опять же, закончиться очень скоротечно. И Маус вряд ли был бы этому рад. Но атака, благодаря таким вот условиям, получается нереально тащить. Ну и игрок грамотно рассчитал все. То есть он понял, что у него есть вот такой вот козырь в виде брони. И им нужно обязательно пользоваться. Я представляю, какое у него было ощущение в этом бою. Он себя, наверное, чувствовал просто божественным. То есть непобедимым таким монстром, который может давить всех и ничего не бояться при этом. Это очень редкое чувство у нас в игре, потому что роль брони, она, ну, скажем так, немножечко подпорчена. Но иногда рандом все-таки распоряжается и кидает Мауса вот на такие бои. Маус, да, тут бачата удивительно. Просто, ну, это такая картина необычайная, фантастичная, я бы сказал. Потому что обычно совершенно все по-другому. Там бачат поджимается к борту Мауса. И на этом, в общем-то, все и заканчивается. Потому что борт в таком случае пробивается отлично, даже под калиберами. Ну и вот развязка боя. Осталось 4 противника. Т-32, Т-49, Объект СМ-104 и Си. При этом Маус занимает не самую удобную позицию. Стреляют противники с двух сторон. Т-49, ну, он вряд ли какой-то большой урон нанесет. Ну, а 32 справа, она хоть и стреляет, но не пробивает. Голда у нее, видимо, закончилась. Ну, и сильно бояться ее не стоит, так как пробить ее там недостаточно для того, чтобы поразить броню Мауса. Но проблемы заключаются в том, что Объект СМ-104 может вернуться. Он, правда, в последний раз встретился рядом с базой. И, как вы можете видеть на мини-карте, но все-таки мог он и вернуться назад. А эта Патасава, в принципе, вполне даже неплохо бронебойными пробивает Мауса. И вот она появляется, самые, скажем так, серьезные опасения подтвердились. К сожалению, Объект уже сзади, и скоро он подъедет и сможет выстрелить. Вот он выезжает, выцеливает нашего героя, но игрок успевает довернуть, и в итоге вражеская Патасава не пробивает. Маус расправляется с Т49, 32-ка в это время осмелила, зашла в корму Маусу, но даже туда она пока что не наносит урона. Снова выкатывается Объект СМ-104, и наш герой пробивает его, и на этот раз броня выдержала. Попадание очень странное, потому что обычно Объект СМ-74 все-таки пробивает и Мауса, и кого угодно он пробивает, так как пушка у него, сами понимаете, ОГОГО, Бэлт 10 не оставляет никаких шансов обычно никому. Маус воспользовался моментом, забирает 32-ку, снова выехал Объект СМ-74, на этот раз он тщательно выцеливает Мауса, но и опять не наносит урона, всего лишь что сбивает Гуслю, и Маус расправляется с опаснейшей вражеской ПТ-САУ, что чрезвычайно удивительно, потому что возможностей у Объекта СМ-74 было хоть отбавлять, но действительно, если бы он там выцелил НЛД, он бы легко бронебойным, я думаю, пробил бы и нанес бы урон. Но в этом бою все совершенно по-другому, тут Маус, это имба, имбалансная, которая тащит и разносит все просто в хлам, и броней своей вытанковывает все вражеские снаряды. Ну, ВБР он такой, то есть он может кидать тебя на Малиновку, где 5 арт будет, где 5 ПТ-САУ крупнокалиберных будет 10 уровня на Галде, 3 каких-нибудь СТ-шки тоже на Галде, конечно же, еще и с фиолетовой статистикой, и 2 светляка вдогонку. Ну, обычно так бывает с Маусом, но на этот раз ВБР посчитал, что нужно игроку затащить. Ну, игрок воспользовался данной ситуацией, не ступил, все сделал совершенно грамотно, рассчитал все возможные риски и поставил вот такую вот ставку в виде себя на кон. Ну, и ему подфартило, он срубил джекпот, выиграл, и сейчас остается только насладиться оставшимися секундами этого боя. Приезжает последний противник, ИС-7, ну, тут явно, в общем-то, ИС-7 не сможет доехать, хотя он мог сбить захват, но затащить у него, ну, сами понимаете, вряд ли получится. И Маус гордо утанковывает еще один снаряд и побеждает в этом бою. Ну, он, кстати, мог бы еще потанковать, но не захотел, да и вряд ли я бы съехал с захвата. Вот такие вот медальки в этом бою, 9521 урона и фантастический результат по вытанкованному урону. 20 050 урона игрок смог заблокировать, и при этом еще примечательно, что он нафармил 39 000 серебра. Ну, вот такой вот бой, друзья, надеюсь, он вам понравился. Не забывайте ставить лайки, желаю вам удачи, пока! Субтитры создавал DimaTorzok